Привет, я Вич Гарфен, а наноча Гарфен. Если вы давно следите за каналом, то могли бы подумать, что канал превратился в свалку для щит-постов. Возможно, так оно и есть. Но также вы могли видеть в моей очереди прошлогоднее видео по гим-жаму, где я делилась опытом, рассказывала, как всё проходило и кто был сам в команде. Но от прошлого раза этот звучит отличает масштаб. В этот раз я участвовала в Людом Дэр. Людом Дэр – это крупный и довольно старый гим-жам, который проводится август 2002 года. Жесть, я тогда ещё даже не заспавнилась. Поскольку он очень известен по ружьмам круга, то участников со всего света в нем нереально много. В этом году загружено было 2900 игров. Конечно, в одиночку я не работала. В этой трассе даже не сама полезла в гим-жам. Дело было так. Мой иностранный кент в сруслоидах или житве сказал мне, что он хочет поучаствовать в этом ген-жене и поделился идеями на тему The Land of the Inevitable. Он сказал, что он хочет сделать игру про мага, которая при помощи заклинаний в книге пытается как можно дольше уберегать землю от падения метеорита. При этом ему необходимы пинзели, которые могут изменить его восприятие мира и усугублять ситуацию. Также, откуда ты должен был приходить гоблин и красить книгу, пока ты не смотришь? Мингу постоянно нужно было отбирать назад. Моей трудной голове захотелось поучаствовать в гим-жаме вновь, да еще в таком крупном. Я предложила свою помощь и стала делать 3D-модельки и текстуры. Мы создали треву, где расписали все дела, что предстоит сделать. Моя колонка постоянно пополнялась, так как комната поначалу была слишком пустой и нуждалась в огромном количестве мебели и всяческих болванок, чтобы занять место. Этот гим-джам очень сильно импровнил мои навыки в 3D-моделировании. Я научилась пользоваться некоторыми модификаторами в блендере, хоть это был и болезненный процесс кринжа. Гим-джам длился, если я не ошибаюсь, около 5 дней, но я присоединилась спустя день после начала. Благо, в принципе, я успела выполнить свою работу за выходные и вечером рабочих дней. Ти долгое время не принимался за работу, так как в этот момент приболел. Я долго сверлила ему мозги, принуждая преодолеть неизменную слабость тела и сесть за работу. Работать иначе только в последний день. Гоблина мы сделать так и не успели, но в принципе, все остальное попало в игру. Еще у меня в последний день крашилась Асайя, в котором я чувствую себя как рыбой магии. Мне пришлось работать в таком ненавистном клип-студии. Либо у меня кейп не рассчитан, либо что. Я использовала его, чтобы рисовать недостающие текстурки, а затем баннер игры. Кстати, часто текстурки одних моделей использовали и для других. Стол и шкаф с полом имели общую текстурку. Это было сделано для экономии времени и сокращения веса игры. Да и вообще, в гугл диске было неудобно работать, введя кучу текстурок и выбирать нужное. Музыку мы вероломно украли у Маклиода. Никто из нас музыкантом не являлся и в тех 9 других людей было просто не опцией. Мы закончили игру и сели в 16-дневное ожидание результата. Ииии, наша игра заняла 526 место из 2900. Это нереально крутой результат. Игроки даже оценили стыковку с темой и поставили нам 192 место. Возможно, эмоций и напряжения было меньше, поскольку это был не первый опыт и времени давалось прилично. Но эта маленькая победа очень радует. Если вы хотите поиграть в нашу игру, переходите по ссылке на H.E.O. Скачивайте и разрыхируйте игру. Запустите файл .exe. Только не путайтесь с Unity Crash, пожалуйста. Также не забудьте поменять шрифт нажатием на клавишу M, если вам тяжело читать дефолтный текст. На это ноте я с вами прощаюсь. Увидимся в следующем щитпосте или деблоге. Как судьба распорядится. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok